Вы смотрите итоговую программу Prime Time. Мы продолжаем. Петиция об отмене воинской службы, смертельное ранение солдата-срочника на полигоне. А теперь вот еще одна трагическая новость. В Яговском гарнизоне мертвым найден офицер. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит еще выяснить. В последнее время скандалы вокруг армии не утихают. Насколько вообще сегодня безопасно служить, поговорим с моей коллегой Кульнарой Хасаном. Кульнара, приветствую. Вам слово. Добрый вечер, Ирлан. Армия сейчас действительно подвержена критике. Неприятные инциденты, а порой трагедии происходят в воинских частях довольно часто. По данным военной прокуратуры, в период с 20 по апрель 23 года в вооруженных силах страны погибли 270 человек. Из них свели счеты с жизнью 86 военнослужащих. Зафиксировано 20 попыток самоубийства. При этом по статье «Доведение до самоубийства» осужден всего лишь один человек. К сожалению, более актуальных данных военная прокуратура пока не предоставила. Но очевидно, что ЧП в армиях не прекращается. О проблеме заговорили на самом высоком уровне. От президента страны до депутатов. Кудара, а что говорят министерства обороны, какие меры собираются предпринимать во избежание таких трагедий? Ну, порядка 90% ЧП в армии, как заверили в профильном ведомстве, не связаны с воинской службой. Основными причинами заместитель министра обороны по воспитательной работе Шайхасан Жазыгбаев назвал неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, нарушение мер безопасности при эксплуатации техники, ДТП в неслужебное время, а также смерть из-за болезни. Причинами суицидов, по его словам, могут быть и семейно-бытовые неурядицы. Шайхасан Жазыгбаев отметил, что в последние годы, наоборот, идет тенденция к снижению числа уголовных правонарушений на службе. За последние три года число правонарушений, связанных с неуставными отношениями, снизились на 28%. Осуждены 12 военнослужащих. В этом году зарегистрировано 13 фактов проявления дедовщины. В целом мы отмечаем динамику снижения уголовных правонарушений среди военнослужащих. Если в 2021 году было зарегистрировано 176 уголовных правонарушений, то в этом году 131. На фоне последних трагедий и скандалов вокруг армии, скажем так, и Минобороны, число призывников не сокращается? Вообще такого риска нет, считает Министерство обороны Ирлан. Наоборот, количество призывников в Казахстане постепенно увеличивает. Если в 2021 году в армию призвали 32 тысячи новобранцев, то в этом году уже больше 40 тысяч. Давайте послушаем начальника департамента воспитательной работы Тлеухана Басхужаева. Не надо всех обобщать, все не хотят. В целом, мы вам скажем, за последние 2-3 года количество комплектования не только всех видов вооруженных сил. У нас происходит 110-120% комплектация. Подтвердение тому, все наши военноучебные заведения, в этом году за Суламы, все школы, конкурса были 4 человека на одно место. То есть обобщать такое, что здесь народ не хотят, в этом плане, я думаю, это голословно. А чтобы узнать, как проходит служба у солдат, мои коллеги посетили несколько воинских частей и подготовили сюжет. Давайте посмотрим. Силы противовоздушной обороны, пожалуй, единственные, кто несет реальное боевое дежурство круглые сутки. Независимо от того, мирное это время или военное, бойцы подразделения всегда на готове. В одну из частей ПВО мы и отправились. День у солдат начинается с утреннего подъема. Просыпаться приходится в 6.00. Вот в такой казарме они живут. Апартаменты, конечно, не роскошные, это все-таки армия. Но у ребят тут есть все необходимое. От спортивного уголка с тренажерами до зоны досуга. Утренняя физическая зарядка в летнее время у нас продолжительность 40 минут. По окончанию утренняя физическая зарядка личный состав заправляет постель, личная гигиена, время отдается на личную гигиену. Потом по команде старшины роты личный состав строится на утренний осмотр. Утренний осмотр – обязательная процедура. Проводится он каждое утро. Командир выстраивает солдат, оценивает их внешний вид, проверяет состояние обуви и формы, наличие телесных повреждений. Проходит медпункт, если в тот момент больные или у кого-то за ночь, там температура поднимается. По команде старшины, командирам отделения отводят медпункт. Это уже воинская часть национальной гвардии в Караганде. Служба здесь практически ничем не отличается. Год службы расписан по минутам. Огневая и строевая подготовка, выезды на учения и еще большой комплекс мероприятий. Все это для того, чтобы вырастить из вчерашних призывников настоящих солдат, говорят командиры. Что об армии сказать? Об армии могу сказать. Отличное место. Каждому нужно здесь быть. Каждому мужчине. Здесь дисциплинируют. Это очень хорошо. Помогает в жизни. Друзей, да, очень много. Уже планы строим с ними. Какие, если не секрет? Например, построить какой-то бизнес. О дедовщине срочников мы тоже спросили. Ее абсолютно нет. Ее вообще не существует. Вот в 54-51 воинской части ее вообще нет. Я здесь этого не видел. С недавних пор у отслуживших в армии казахстанцев есть возможность поступить в ВУЗ без ЕНТ. Желающих воспользоваться возможностью достаточно. Есть среди срочников и те, кто нашел в армии свое призвание и хочет продолжить службу. Рауль Габитов специально для Прайм Тайм. Действительно, сильная армия – это одна из основ национальной безопасности. И мне кажется, что престиж воинской службы необходимо повышать. Главное, что Министерство обороны знает, куда идут. И пообещали бы работать по принципу открытого правительства. И уже разработали сервис «Армия Кизет», где можно в любое время получить необходимую информацию. Спасибо за детальный обзор. Мы продолжаем.